Хронические вирусные гепатиты ВОЗ, в мире 240 миллионов человек болеют хронические гепатитом В, 130 миллионов хроническим гепатитом С. Ежегодно выявляется около 4 миллионов случаев гепатита В и примерно столько же случаев гепатита С. Правда, говорят эксперты, точных данных не знает никто. Наша статистика, наш учёт случаев хронического вирусного гепатита В и Ц, он, конечно, страдает, потому что зачастую в качестве шифра по международной классификации болезни в истории болезни выставляется цирроз печени или рак печени. А второй шифр, шифр причины, приведшей к развитию вот столь грозного, по сути дела, осложнения, метаморфозы вот этой хронического вирусного гепатита С в виде цирроза или гепатоцеллюлярного рака, вот эта причина, к сожалению, не учитывается. Тем самым принижая медико-социальную значимость проблемы хронических вирусных гепатитов В и Ц. Поскольку структура смертности искажена из-за неверно указанных причин, то возникают существенные трудности при планировании закупок, в том числе препаратов для противовирусной терапии. Во-первых, мы не знаем, сколько пациентов, сколько людей больны гепатитом В и Ц. Мы не знаем, в какой стадии находится их заболевание, соответственно. Мы не знаем, насколько скоро им потребуется лечение и какое именно лечение им потребуется. Поэтому финансово планировать это абсолютно нельзя. Около 70% людей просто не знают, что у них гепатит. Эксперты называют две основные причины. Первая – сами люди пренебрежительно относятся к своему здоровью, полагая, что гепатит – это болезнь отдельных групп риска, чувствуя себя в безопасности. Вторая причина – недостаточная информированность и настороженность врачей по отношению к этим опасным инфекциям. Многие врачи, особенно общей практики, гепатит для них не основная специальность. И они помнят то, что учили в институте. И поэтому они до сих пор считают, что гепатит С неизлечим. Они до сих пор считают, что это может быть препятствием для беременности, что он передаётся внутриутробно и так далее. Да и сам гепатит не спешит проявлять себя. Во многих случаях болезнь диагностируется очень поздно. Зачастую единственный симптом, который предъявляют эти больные, который, к сожалению, не находит должной диагностической интерпретации – это немотивированная слабость, астенический синдром. Зачастую пациент приходит к врачу, жалуется на это, а врач думает, ну, господи, кто сейчас не устал от столь тяжёлой жизни? Да, и вообще, так сказать, он даже не подозревает, что это может быть симптомом, в общем, достаточно сложного и грозного заболевания. В результате гепатит переходит в стадию хронического заболевания. Если говорить о гепатите В, наиболее часто хронизируется эта форма в детском возрасте. И она даёт тяжёлой достаточно формы в дальнейшем с точки зрения клинического течения. У взрослых процент хронизации для гепатита В – это приблизительно 10-15%. В то время как вирусный гепатит С хронизируется фактически 85% в случае. Стоимость лечения вирусного гепатита В и С доходит до 1,5 млн. рублей. При этом гепатит В полностью излечить невозможно. Вирус остаётся в крови, но перестаёт разрушать печень. Остановить развитие эпидемии гепатита В можно только с помощью вакцинации. Когда я пришла работать в эту больницу, это было 17 лет назад, весь наш четвёртый корпус, 6 этажей – это были отделения вирусных гепатитов. Сейчас осталось одно отделение. И это, конечно же, вакцинация. С 2000 года в России против гепатита В было привито свыше 92,5 млн. детей, подростков и взрослых. При этом вакцина против гепатита В защищает человека и от вируса гепатита Д. Гепатит Дельта на сегодняшний день – это, пожалуй, самый неблагоприятный вариант хронического гепатита, который очень быстро приводит к развитию гептоцеллюлярного рака и цирроза печени. У нас фактически нет инструментов сегодня этим управлением. Что же касается разработки вакцины против гепатита С, то её создать пока не удалось из-за высокой изменчивости вируса. Но научные поиски, безусловно, ведутся. Для лечения гепатитов В и С применяется интерфероновая и безэнтерфероновая терапия. Отметим, что применение высокоэффективных препаратов для лечения хронического гепатита С позволяет полностью элиминировать вирус из организма человека. Вот другой вопрос очень актуальный. Человек, излечившись, может повторно заболеть вирусным гепатитом С? Может, как показывает практика. К сожалению, иммунитет не является напряжённым. Успехи в терапии хронических вирусных гепатитов тормозят проблемы лекарственного обеспечения. Так, бесплатное лечение доступно только определённым группам пациентов, имеющим статус инвалидности или хронические заболевания. При этом основная нагрузка по закупке препаратов лежит на региональных бюджетах. Более или менее благоприятная ситуация сложилась в Москве. В этом году департамент здравоохранения выделил 1 миллиард рублей на лечение пациентов с гепатитом С. А значит, около 2000 пациентов получат бесплатное лечение. В большинстве регионов ситуация существенно хуже. Гепатит сейчас отдан на растерзание регионам. То есть каждый регион, в зависимости от своих возможностей, в зависимости от интересов главного инфекциониста региона и других врачей, от их активности распределяются средства, которые у него есть. И поэтому где-то на гепатит выделяют средства, где-то нет. Тем не менее, по данным Роспотребнадзора, благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий, заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в России продолжает снижаться. В 2015 году показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней. 1,1 и 1,4 случая на 100 тысяч населения соответствуют. Субтитры создавал DimaTorzok